И слова мы не исполняем. Поподобится человеку безрассудному, который построил дом своей сестре. Мы всегда говорим о мудрости. А вот здесь надо посмотреть, что такое безрассудство. Безрассуждение когда поступает. По ивангельскому чтению мы слышали сегодня поминание Игения, сегодня воскресение. И сказать, в кратком виде изобразить, что вот этот отрывок говорит. А о том, чтобы не сидели на месте. Как меня послал отец, так я вас посылаю. Хотя вопрос сразу ставится, а кому это сказал? Может на апостола все остановилось? Когда Златоуз говорит, я один ничего не сумею, если вы мое слово не понесете дальше. А как же он потом сказал, кому простить и простить? Это же так и священники прощают. И эти слова не к священникам к одним относятся. Христос эти слова говорил несколько раз. Если брат твой на тебя что-то имеет, вы говори, что вы простите. То есть речь идет вообще обо всех людях. А отдельно это уже наиспо для священий. То, чтобы приоритетные какие-то слова, кто-то обладал ими. Здесь Христос ничего не сказал. Господь мой и Бог мой. Так это Фомах сказал. Каждый должен сказать, поверить в Него. А блаженно не видишь уверовавшее. Так может только для апостола, блаженно они. Да как для всех людей. Что мы его не видим, Христа, а мы уверовали. Весь отрывок говорит о том, поверьте, что он Бог. Идите, свидетельствуйте. Все. И вот у этого-то как раз-то в основу-то и не взято. Опоминание деле. Простри руку. Помани верующие. Да весь мир не верующий. Верующий, он не будет сидеть на месте. А как определить тогда верующие? По благовестию. Я посылаю вас. А в неверии своем вы заперли за дверями и сидите. Заперли вас, может быть, люди, попы. Не ходите, ваше дело только молчать. Может быть, Ава в монастыре запер вас, сидите там. И так и сидят люди. Этот голос Христа еще не дошел до ушей. Идите и свидетельствуйте. Вот поэтому будет видно, уверовали вы или не уверовали. Вы прочитайте еще раз этот отрывок. Да ничего там другого нет. А ради на этом акцентировать сегодня будут. Я вам говорил, деяния апостолов считали, что из посторонних никто не смел прикасаться. Да если бы это в основу-то сегодня взяли. Да как же посторонние? У нас и оглашенных-то ведь нет. Нет в храмах оглашенных-то. Оглашенные, зайдите. На каждой литургии три раза возглашают. Да громко. Да еще орем развезет. А ничего нет. Орета толку нет. Из посторонних никто. Он даже... Ну почему к нам никто в ворота не стучится? Почему у нас нищие ворота не толкутся? Даже это удивительно. А если бы был большой храм, мы как просили, и там можно это было сделать. Надо заниматься с людьми и открывать им живое слово. И вот говорится, что если человек слушает, а сегодня не слушает, они исполняют и подобятся человеку безрассудному. Сегодня чтение показывает безрассудное православие. Это самое безрассудное. Посторонние все лезут. Вот к сектантам кто бы ни пришел, а из какой вы общины? А как у вас там? И в конце присвитив встает и говорит, ну кто тут приезжие гости? Привет и передавайте. И встает. Я из Кемеровского общины. Хор хору передает привет. И все принимаем. И от нас просим передать. Все хорам сердечный привет. Вот как у них положено. Так они же сектанты и ретики. Тем страшнее это для нас. Что если люди, которые не в церкви, так стараются исполнять Слово Божие, да нам-то отвечать за то, что мы не исполняли, и люди-то отошли от православия, потому что они не нашли Бога здесь. Они не нашли правду. Виноваты-то мы опять же. Вот это конструктивная программа. Только открыл Слово Божие, посторонним никто не был, а посторонними набитое все. Одни посторонние причащаются. С улицы. Как крещение любой подходит. Да и сегодня какие страшные слова прочитали. Да сегодня мы все священники собрались, сказали к архиерею, немедленно собирайте совещание. И прохиально. Да нас Бог сегодня обличает. У нас ни посторонних, ни кого нет. Мы что прочитали-то сегодня? Или мы все посторонние? Значит, птица святает так подобным себе. Ну почему с улицы кто-то заходит к адвентистам и не скажет, что я один из вас? Нет, там расспросят. Откуда? Где ты уверовал? Как тебя принимали? А где ты крещение принимал? У них как у нас. Они все расспросят, но дело в том, что они не церковь. А я сделаю отсюда особый бы вот, что если даже не на церковных людей совесть так действует, они любят так Слово Божие, где же мы-то окажемся? Как тогда мы эти слова-то увидим на Суде Божьем? Слово Божие не сгорит, оно не кленное. Посторонние кто? Я этот вопрос задавал Игумену в монастыре. Он знает, говорит, только своих, которые у меня здесь. А я говорю, воскресенье, служба, дверь открыта. Да, открыта. А кто? Понятия не имею. Я грешный человек, сильно этой темой болел и стал околоблить дверей, так глаза скосил, сколько человек за службу зайдет, во время службы и выйдет. Да, 700 досчитал и перестал считать. Я только вопрос задал, а почему вы трамвайной линией не завели прям сюда? Чтобы люди-то не ходили через дорогу, очень неудобно. А там трамвай залез бы, что и все. На лошадях бы прям заезжали. Ни одного человека не знает. А сколько служишь? Он говорит, 52 года священникам. Я говорю, а было так, чтобы человек зашел и уверовал, и сказал, истинно славный Бог, Павлу поклонился, как? Не слыхал такого даже. Зайди в любое баптистское собрание, они такое слышали. Человек первый раз услышал и говорит, я хочу Богу служить, братья и сестры, я хочу молиться. Он по-своему. Повторяю, это все будут особые моменты нас обличающие. Я хотел вот посмотреть, что такое безрассудство. И в этом безрассудстве найти самих себя. Что сегодняшнее чтение евангельское, все направлено против нас. Во-первых, кто слушает и исполняет безрассудно. А если кто вообще не слушает, то он трижды архибезрассудный. Его не допустили, ему не дали. Вы думаете, священники, когда идут между собой, о чем они разговаривают? Они разговаривают о машинах. Дал архиерей, священнику, одному там, или старости, говорит, ты запиши там, когда будут петь сегодня. Я не могу, больной сегодня. А тот пришел, включил раньше времени, архиерей, а не посмотрел, пленка кончилась, он принес, архиерей слушает, они разговаривают, ну как ты на базаре-то был? А там слышно поет. Да был, там толкучкой перенеси на другое место. А и что? Да карданный вал там-то там. А какой марки? И дальше разговаривают. У сельского батюшки, так, да, ты телушку-то продаешь, да, она у тебя покрылась или нет, после не теленок будет. Архиерей вызывает, отцы, это ваш разговор, младыка, простите, но мы не знали, что он записывает. Что записывает, только не знали. А что служба идет, вы знали или нет? Ну а где нужно возглас сделать? А они возглас делают, прокричат оттуда, ау, между трех деревьев, между алтарем и стенками, и дальше продолжают разговаривать. А как марка, какая скорость, какой бензин надо, во сколько обходится. Служба в алтаре! Я даже могу епископа назвать все. Это все мой родной брат рассказывает. Это достовернейшие источники. Так а если я не разговариваю, у меня положение лучше, но нисколько не лучше. Ты умом-то разговариваешь, будь в дорогу еще стоишь. Где ты был, еще разговаривал, дома не доделал, сейчас как выручь, а у меня там накрашено, а у меня там уже все сделано. И тебя кушанье вспомнишь, и что не доделал. Безрассудный человек. Да ведь мы-то, если не мудрые, куда же мы себе придем-то тогда? Вот считаем мы бытие 31-28. Когда Иаков быстро ушел, то его догоняет Лаван и говорит, ты поступил безрассудно, даже не позволил мне поцеловать дочерей и внуков моих. Безрассудно. А ведь мы если к смерти, то я думаю, а какой же вывод здесь этого слова для нас? А вот если мы не готовимся к смерти, каждый день не считаем последним, ведь это безрассудство будет. Не простились ни с кем, не попросили прощения, не оставили наказы. У меня забота всегда была об этом. Вот я дом подписал, повторяю вам. Это все у меня подписано везде. А книга, говорю, все хозяева. Но главное, хозяин, кто у меня живет рядом, больше всего. Вот сегодня молитесь, будем рассуждать, нам нужна срочная кандидатура на священника. Уже сигнал идет, батюшки нет. И нет, он заболел. И считаю, что чтобы на подконтроле еще два было. А разрешается, как он за рубежей, там больше 50% священников работает на производстве. А как служить? Он пришел в службу, справил, исповедовал. Ну, на день, день позже. Что-то ему там община собирает. Община не может содержать его. И он работает компьютерщиками. Я знаю, он эпископом стал, а работал в системе НАСА в Катвической. Это Александр Миллиант. Это священник, говорит, он не на загорках был. Левит, 5-4. Люди безрассудно клянутся и не исполняют. Ну, у нас нет клятвы, слава Богу. Я не слышал. Но, однако, вот говорят ей Богу, и я Бога призываю, свидетелей, да Бог видит. Эти слов избегайте. Это тоже может быть приравнено к клятве. Хрисяга, это тоже есть клятва. Сказал, да, мертвый. Уходя из дома, или где-то, не обещай, приду или нет, как Богу будет угодно. Нет, я позвоню. Ничем себя не связывайте, будьте свободными. Твердо заяви, субботу вечером, воскресенье, утром я буду в храме. Остануя, как Бог усмотрит. Старозаконие 1.11. Когда Господь сказал, что вы не послушали меня, испугались, а теперь решили выйти на войну, не ходите, сидите спокойно, вы сразу будете поражены. А они решили пойти, они безрассудно решили зайти на гору, этим прогнелли Бога, аммарей погнал их. Они взывали к Богу, но Бог, говорит, не услышал. Все. Это относится, конечно, и к благовестию. Сегодня благоприятный момент. Как будет завтра, я не знаю. У нас должно быть определенное благовестие. Мы займем не к себе, а к тому, чтобы люди познали Бога. Думаю, что сегодня нам не запрещают, но возможно и это. Они будут рассматривать, что-то найдут, не так. Хотя это маловероятно, но все возможно. Так что приготовиться и покоряться. Первое паралипомено 21.2. Прости, Господи, вину раба твоего. Я его поступил весьма безрассудно. А что сделал? Перепись сделал. Это было безрассудно. Я долго не мог понять, а какая же вина? Ну, перепись он хозяин в стране, да вид, да надо. Оказывается, он перепись не просто хотел узнать, сколько девушек парней у него, а могучих носить оружие. Своей силой, как царская Россия. Да мы до любого задаем, да мы сошлем, да перед нами Европу на колени ставят. С нами Бог. Огромная армия. А вот это-то как раз и послужило погибелью. Нам не на кого надеяться. У России нет друзей, а только армии и плот, Александр Третий. А вот армия и плот как раз поднимут и сделают революцию. Поэтому ты сказал бы так, Господи, у нас нет никакой надежды, кроме Тебя. Мы смиренно склоняем голову. Да будет Твоя святая воля. И сейчас слышали, как с апостолами было. Господь мой, Бог мой. А всего-то ничего в комнате заперто было. Одиннадцать человек. И что? Заквасили весь мир. И они пошли. Тем более, не надо забывать, что евреи были и тогда презираемые. Во-первых, за смуты, какие они уставили, за мятежи, за все. И Клавдий дал указания из Рима их выстрелить. Это не сегодня, не советские говорят. Да это вот такое, жидомасонные. Эти слова никто не знал. Просто сами евреи своим поведением вызывали антипатию к себе. И вот, Господь избрал бы людей, которых все любят. Такой тихий, скромный характер. А вот как раз издал таких, кроме плохого, у них было много хорошего. Они любили Слово Божие. У них была ревность. Если из них уже кто-то восставал, они своих не щадили. Моисея в один день 3800 положил человек. Все. Для Моисея вообще не существовало ничего, кроме родного еврея. Он за них был готов даже душу отдать, вычеркивать, менять в книге жизни. Но когда Вилла отступает от Бога, как Давид, он беспощадно вправь истреблял евреев. Вот за это Бог их и избрал. За любовь. За ревность, как Давида. Да, там можно ожидать, что-то вырастет. Вторая параметра 16.9. Аса безрассудно поступил, что не послушал, написано. Когда говорил ему пророк, он разгневался на него, арестовал его. Случилась болезнь, и Аса допустил вторую ошибку. В болезни призвал не Господа, а врачей. Даже интересно, так врачи же не запрещены. Сначала помолиться враче, чтобы Бог дал ему ума. Пошел и просил Господи, руки врача, глаза, знания, чтобы от тебя не были. И болезнь от ног облукновенная, болезнь простая, поднималась выше, и он умер. И безрассудство заключалось в том, что сердце не целиком ордено Господу. А у нас, проверить, я посмотрел, сколько пилюлек, сколько у тебя там капельниц, чего-то и кодома нет. Ну, самое большее, что можно оставить, может быть, горчичники. Сегодня я один материал попрошу озвучить. Мне прислали специальные организации борются за здоровье русской нации. Предупреждение всем матерям, всем отцам не давать детей на уколы. Особенно против гепатита, где навсегда делают детей уродами. Притом с медицинской стороны рассмотрено, там профессора, академики в этом участвуют. Идет истребление нации. Это Санкт-Петербург мне прислали. Если мы примем это дело, нужно будет им ответить и поблагодарить. Салон 84-9 Послушаю, что скажет Господь Бог? Он скажет мир народу своему избранным своим. Написано благоразумный тот, кто слушает. Я теперь разбираю, а кто слушает? Кто слушает, он ему говорит мир. Мы слушаем Слово Божие. Видите, мы прошли очень спокойно, почти безболезненно вот это, что сейчас об соединении говорится. Но мы настороже. Что будет дальше? 17-го это уже у них завершающая мая будет, буквально месяц остался. Будем только молиться. Говорю, что от меня все это сокрыто. Мне открыто только одно, что без Бога ничего у них не будет. И моя молитва о них, которая соединяется, не дай им умереть Господи, чтобы они увидели плоды этого соединения. Никакого возрождения не было и не будет. Слово Божие ни те, ни другие не сают во главу угла. Те и другие на славянском языке, и те и другие помешались на мочах, на мироточивых иконах. Ни одного слова нету библейского, и поэтому нам там совершенно не по пути с ними. Солом 106 17 Безрассудно страдали они за беззакония свои и за неправды свои. Вот за что люди страдают. Безрассудно. Так польза есть от этого, но если кается, а если нет, нет ничего. Человек, который слушает и исполняет, безрассуден. Так что, что я сегодня и говорю, если ты в сердце не берешь, определи, где ты будешь. притчи 9-13 и вот я смотрел в окно, сегодня был посмотрел, идет женщина красивая, ну и что, стоят они, целуются, обхватили друг друга, обхапали, говорят по-славянски. Ну, любовь, а он увидел не такое. Я увидел женщину безрассудную, шумливую, необузанную, дома ноги ее не живут, она схватила парня, целует его, и как он услышал, что она говорит, муж уехал в командировку, я тебя ждала, нашла и дальше, безрассудная. А в этом положении сегодня безрассудны все университеты, посмотрите, что там делается, в школах и везде, страна безрассудства, никакого понятия нету, ничего. И о красивых женщинах Слово Божие говорит так, притча Соломона 11-22, что золотое кольцо в носу у свиньи, то и женская красота при ее безрассудстве. Вот все эти конкурсы красоты прошло, вышли конкурсы, на подиум вышли свиньи с золотыми кольцами в носу, больше ничего нет. Ну, свинья какая-то получше сумела повернуться, ей премию первую дают, а остальные потом кабальчики под нож пойдут. Исайя 29-16, когда люди не слушают, что говорит Бог, то пророк говорит, какое безрассудство, разве можно считать горшечника как глину? Он сказал, разве не исполни? Если возрождение от семени нетленного, что сегодня я читал из Петра, то сегодня мы остановили и сразу дорогой священники идут, брат, а у тебя что из нетленного семени приготовлено? Он не поймет, о чем говорит. Мне вот звонят в другой области из стула отец Иоанн, всегда говорит, сейчас мне идти на проповедь, ты сегодня что говорил? Ты говорил, вот это, все время звонит и переспрашивает. Я понимаю, что можно что-то отец Иоанна ждать? Неужели? У меня и памяти нет, жалуются на это? Ну вот с этой силой ты иди, как Гедеон и сказали, чем больше ты соглашаешься, что у тебя этого нет, тем больше Бог будет давить. Ты ищешь, да? Да я считаю, не знаю, где только найти. Что именно сказать? Ты им просто скажи, выйди, скажи, я ничего не знаю. Давайте откроем Библию, прочитаем. Это самое лучшее, лучше, что ничего не знаешь. Ты согласился с этим? Что Библия это Слово Божие, да? Ну, значит, все остальное это в этом есть. Повторяю, я ни в какие глубины не захожу, я просто читаю, повторяю и говорю, что нам смерть всем. Мы все безрассудны, а Бог, говорит, не имеет дела ни с кем, кроме живущего с премудростью. А то, говорит, Бог всех любит, сектанты говорят, нет, Бог грешников любит, не любит, а ненавидит, истребляет. Бог любит грешника кающегося. Нигде в Библии нет, что Бог любит грешников. Я, говорит, презираю, ненавижу, уничтожаю, истребляю их. Но люди лгут. Какое, говорит, безрассудство. Иеремия 10.21. Пастыри сделали бессмысленными, они не искали Господа, и потому они поступают безрассудно, и все, стадо их рассеялось. Ну, я скажу, я патриот православной церкви, да, и сразу понимаю, это наши пастыри. И они не искали, рассыпались, пошли в революцию 1905 года, не покаялись, 1917 год, не покаялись, в 1991 году через стройку и Бог будет добивать. Сегодня стремительное исчезновение русской нации идет. Я специально принес сегодня материю. Что в мире был план, оказывается, сегодня открывают особый план, собрать деньги со всего мира 14 триллионов, раздать каждому по 100 тысяч долларов русским, чтобы они выехали в другую страну, а здесь или другие страны. Всю беду в мире делают евреи, и говорят, русские это все делают, революция от кого, откуда все это было, все смутно во всем мире, кто это делает-то? И план этот едва не осуществился, а сегодня люди бы взяли это, ну, сделать нас всемирными бомжами, ну и подумаешь, зато 100 тысяч это в кармане, ну они половина сразу, потом по годам, а практически ничего бы и не дали, лишь бы нас с места струнуть. И все понимают, что здесь будет жить другой народ, открытый, я привез специально эти газеты, сегодня больше всего об этом говорят коммунисты, удивительно просто. Как Господь берет людей, которые никакого отношения не имеют, а сирий, неиман, приходят, его бог покаженного, да может быть и коммунисты, я вижу, и первые дойдут до познания истины-то. Где-то-то кровь мучеников на них сработает. Римлянам 1.3 Как люди не заботились иметь Бога в разуме, поступая безрассудно. Не заботились иметь Бога в разуме. А в разуме как можно? Ну, значит, он умер за меня на Голгофе. Причащаться, рассуждая о теле Господнем. Подойди к православному, скажи, ты причащаешься, это главное, конечно, ты яговела, а когда ты причащалась, ты рассуждала о теле Господнем? Совершенно не поймет. Ну, что ты тело вкушала, но некоторые скажут, так, как говорится, рассуждать. Ты знаешь, что там на Голгофе было, что грех мой распял? Дальше для них это дебри. Только это про нас же и говорится, не заботились иметь Бога в разуме. Определенно, ладно, пусть баптисты сами себя найдут, католики, но я нахожу себя, поэтому обращаюсь к православному. Хотите быть мудрыми? Имейте Бога в разуме. Иметь Бога в разуме никак нельзя, отвергая Его живое слово. Колоссиным 2.18 Ну, прямо все про православных и особенно про бабушек и особенно про старообрядцев. Почему? Обращают себя самовольным, смиренно мудрым и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видели, надмеваясь плотским своим умом безрассудно. Чего не видели? Помогли, помолились за мертвого. И заметьте, выходной день делают во вторник, все автобусы на кладбище пойдут. Страна мертвецов! И милиция вся работала для мертвецов. А почему бы не выделить хотя бы один автобус и не отвозить где дом молитвенный? Я такое встретил только в Черноцах был. И на Сибирске специальный автобус был, баптисты откупали его, у них далеко там молитвенный дом стоит за городом. И туда не государство, а они сами откупали. Да разве нас сегодня батюшка позаботится где? Я ведь домик, который 147 Никитина приобрел, квартиру, ради только бабушек. Негде им было. Они ходили, слонялись, а на церковь, они на вокзале везде ночевали. Может быть, молились Богу, говорили, Господи, спаси его в тюрьме, он нам синагогу построил-то. Ну, это не синагогу, хоть матрасу. Да был ее, они бабки там спали. Безрассудно надневаться, чего в Библии не написано. Это мы, православные, особенно о покойниках. Все знают, и уже в раю теперь все живет. Да если человек неверующий был, зачем ты выдумаешь это все? На одних присказках книги буквально переполнены эти, Божья Матерь, как опустила луковку, как он поднялся, все знают, за косу подняла, а косы-то сегодня нет. И лук взглянул. Ничего нет. Безрассудно надмиваясь. Это в любом вопросе. Чего в Библии нет, зато узгодят, о том не рассуждайте. А это относится и к сектантам. Потому что они о воскресении, о втором пришествии Христа все до одного начинают с баптистом пропадать неправильно. Они этого не знают, ждут, что на земле еще царство будет тысячелетнее. Обманщики. И вот говорится далее. Первая темофея 6.9. Желающий обогащаться впадает во многие и безрассудные и вредные похоти. Воскресенья на службы нет. Среди недели скажешь, а я занят. Даже учиться в университете это тоже к работе относится. Но если ты в душе не оставляешь окошко маленького прийти к Богу в воскресении на богослужение, ну с чем ты это оправдаешь в дальнейшем-то? Да я хочу, чтобы быть обеспеченным. Написано во вредные и безрассудные похоти. Ну, удовольствие то, что есть. Распределить свой график так, чтобы время у тебя было для Бога, для души, для нетленной красоты. Дальше говорится, чтобы мы строили дом духовный. А как он, дом духовный? Везде, где говорится о строительстве, Слове Божьем, почти везде говорится о храме. Я говорю, что мало мы исследуем Слово Божие. Я его исследую уже 45 лет и как будто сегодня первый раз это увидел. Запустил. Я сам строитель, профессиональный строитель. И, оказывается, не думал, что везде речь идет только об этом. И только робко говорится о созидании внутреннего человека, о храме. Главное, это храм. Православные имеют основания. Храм, храм. Но ты скажи, чем храм закончился? Два храма было, что от них осталось? Храм, храм. Да, все-таки на храм там сатана и залезет. А это все подготовка идет, когда на храм-то упираются. Там антихриста сядет, вызывает себя за Бога. Так надо вовнутренний храм упросить, чтобы Господь занял и не как Бог, а Бог. Ты Господь мой, Бог мой, во мне. Вот тогда имеет смысл. А что он на небе, Бог, во единого святой Троицы, а я буду в аду, мне-то и какая-то горша от этого будет. Не случайно у святых мысль такая есть, что человек, попавший в ад, не может вспомнить Иисуса Христа. Так что повторяйте чаще его святое имя, чтобы не забылось. Одно только. Помнить. Это мой спаситель. Первая книга Езры, 5-9. Храм был, говорит-то, раздрушен, и кто-то дал повеление его построить, а другие мешали, и нам точно так же мешает семья, некогда родные, близкие, созидать внутренний дом. Вот это тело наше тленное, оно примет когда-то не тление. А ей говорит так, что люди говорили, не время строить дом Господень, а строить ваши коттеджи, дома, дачи, время вам или нет? Если мы заботимся о внешнем украшении, у нас все есть в доме, никто голодный не сидит, то почему бы не ставить каждый день вопрос, а как мой внутренний человек строится, как он созидается, является ли я храмом? Люди, виден ли на мне этот купол, этот крест, что я христианин? Слышен ли на мне этот колокольный звон проповеди? Мы все храмы, все мужчины, женщины и дети. Слово Божие так говорит, 1 Кориню 6, 12, не знаете ли вы, что тела вашей суть храмы, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Все наше, а я сам не свой. Что в доме есть, вот здесь это окрестность, это оно мне все. Оказывается, сам я не свой, и храм мне не принадлежит, я не имею права его отдать блуднице, не имею права пить, курить. Я уж призываю, прям по счастьям вас, что разрушает здоровье. Маленько, определите и посмотрите, это разрушение храма идет, излишними лекарствами, многоспаньем, многоедением, злобой, ненавистью, завистью, обидой, ревностью. Это все изничтожает человека. Перегорают провода, нервы, и человек в темноте сидит, с огорчением есть хлеб, у него неправильный желудок работает, а это храм Господень. Да как мы должны его беречь? Он знает только одно, чистится, перед зеркалом смотрится. Да если бы зеркало показало истинную суть этого храма внутреннего, ты, может быть, упал бы здесь в облах, подумал, что вижу нечистую силу. И написано, что тот строит дом на песке. Немножко хотел сказать, о песке мы часто слышим, но не все знают, что такое. Слово песок в Писании означает множество. Можешь ли сосчитать песок на берегу моря? Вот такое у тебя будет потомство. Везде об этом говорится множество и зыбкость. Непрочность развеивается, раздувается. Вот читаем Сирахов 15.8. Вдов у вас, как песку, говорит Господь. Это про Россию после войны. Вся деревня пустая. Один-два мужика, колеки. И опять ничего не поняли. А это не случайно Господь говорит, вдов у вас столько, как песку. Это Еремия говорит, 15.8. Чтобы мы принесли покаяние. Псалон 48.17. Не хвались множеством богатства и золота. То есть, как песок накопил ты его. Бог это все внезапно в один день развеет. И будешь считать за до подарка Божия, если ты сумеешь перескочить границу, вовремя выскочить. Осия 10.13. Ты надеялся на путь твой и на множество ратников твоих. Да никто так не надеялся на свою силу, что боялись, как русские. И чем это кончилось? Армия разложившаяся. Все не понимает. Сопротивляться вообще некому. Только пугают пока ракеты. И ракеты назвали Сатана. Ну, случайно это или не случайно? На Сатану надеются-то. У русских. И над Сатаной поставили главным римскую девушку, никогда замужем не бывшей, которая и из дома не выходила. Варвару. Решил патриарх Алексей и министр вооруженных сил Грачев. Грачев Павел решил. Ну и все. Варвару там, наверное, вызвали на небе, прости Господь. И сказали, Варя, ты смотри за этими, за Сатаной, как следует. Чтобы она могла поразить Америку или других. Это надо сатанелые мозги уже иметь, чтобы такое. Это открыто пишут и безрассудное. Все это на песке. И последнее, Салом 39,3. Господь извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил камни мои на камни. Когда Господь дает силу понять, я считаю, извлечь из тинистого болота, поставить на камни ноги, это касается православных, чтобы они поверили, что наше обоснование веры только на Библии, на Новом Завете, на Евангелии. Если этого нет, все на песке строится. И Матфея 7,24. А кто слушает, исполняет. Итак, будем слушать, сохранять, исполнять, чтобы все наше здание было построено на камне, чтобы храм наш сохранился до общего воскресения. Аминь. 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 Продолжение следует...